Уолли Уэлл Несчастье для Пападанки Глава первая «А ну стой, гадина!» Злобный крик заставил бежать только быстрее. «Сам ты гад! Самый, что ни на есть, вредный, злобный, сильный гад! Надеюсь, парень, который все еще оставался позади, оценит красоту моих пяток». «Я тебя достану!» Не унимался Злюка. «Лучше стой, а то хуже будет!» «Ну как же! Я точно вот знаю, что если остановлюсь, то точно будет хуже, а так есть хоть какой-то шанс». И ходу прибавила на всякий случай. Завернув за угол коридора академии, решила перевести дух. «Ну вот как можно быть таким истеричным?» «Ну стукнула тебя девушка-сумка, и что?» Да, в ней при этом было три толстенных тома по истории магии. «Каждая книга – это кирпичик в фундаменте знаний каждого ученика», – говорил учитель этой самой истории. «Дряхлый старичок с длинной бородой. Сомневаюсь, что он способен хоть одну книженцию поднять без одышки. А все потому, что вес одного учебника действительно составлял хороший такой кирпич. А их у меня было три, вы помните. Но чего орать-то, как девчонка, и обзываться? Ты же сильный, широкоплечий, голубоглазый брюнет, с красивыми губами и волевым подбородком, с милыми ямочками на щеках, когда не орешь, как потерпевший. Блин, в своем мире я бы в такую ситуацию не попала. Вдруг меня кто-то схватил за талию и прижал к стене. Приложилась я знатно, даже дыхание сбилось. О, а вот и наш потерпевший. Мужские руки расположились по моим бокам, не давая даже малюсенького шанса на побег. Лицо, перекошенное от злости, нависло ровно над моим испуганным и злобно зыркало своими глазищами. Интуитивно я даже немного вжалась в стену. Нос парня странно опух, а ворот рубашки обзавелся несколькими каплями крови, с трудом сглотнула подступивший в горле ком. — Я же сказал, лучше стой! — хрипло прошипел парень, сверкнув глазами. По сути, это должно было напугать меня, бедненькую. Ведь действительно сработало. Колени предательски задрожали. И если бы не стена, с которой я уже почти сроднилась, я, наверное, уже упала бы. — Иди к черту, Дэл! — пискнула я, удерживая его взгляд. — Мало ли что ты сказал! Красивое лицо вмиг исказилось злостью. Местный мажор притиснулся ко мне еще ближе, хотя казалось, куда ближе-то. — Да как ты смеешь, второсортница, так говорить со мной? — взревел парень, хватая меня за горло. В ужасе я поняла, что ему не составит труда переломать мои хилые косточки, а потом закопать бездыханное тело в саду Академии. Пока меня найдут и накажут виновного, пройдет немало времени. Но мне в любом случае уже будет все равно. Покойнику вообще на многое плевать, если честно. Это я понимала прекрасно. Но язык, перенебрегая инстинктом самосохранения, не мог держать себя за зубами. — Сам виноват, первосортник недоделанный! — прохрепела с трудом я. Нечего было руки распускать, идиот. Дэйлу сравнение с идиотом не понравилось примерно так же, как и с недоделанным первосортником. Как я это поняла? Да просто. Он сдавил пальцы на моей шее еще сильнее. Хватая воздух, насколько это было возможно в моей ситуации, я лихорадочно прикидывала в уме, как выкрутиться из стальных лап на волю. Колено сильно зудело от желания приложить его к причинному месту, но, учитывая, что мне нос обходится сейчас очень дорого, за поруганное достоинство он меня точно прибьет. Парень же в это время источал пар из ушей, как советский чайник на коммунальной кухне. Ноздри яростно раздувались, голубые глаза метали молнии, пригвождая к месту, кажется, моей скорой смерти. Но неожиданно его поведение изменилось в странную для меня сторону. Так, а что это он вдруг на мои губы уставился? О, так мы еще и извращенцы? Мило. Об этом я ему и поспешила поведать по доброте душевной, но порыв остался неоцененным. Сначала парень ошарашенно поднял взгляд на мои глаза, потом, тряхнув головой, буквально отскочил от меня. Стало даже как-то обидно. Что я, прокаженная, что ли? И не мечтай даже. Бросил Дэл, сжимая кулаки. Вот еще. Даром мне такое счастье не сдалось. Я с опаской покосилась на парня, растирая себе шею, которая до сих пор горела от его пальцев. Дэл хотел было еще что-то сказать, но, видимо, окончательно растерял свой пыл. А потому, поизображав передо мной еще пару минут рыбку, выброшенную на берег, захлопнул свой рот и ушел. Так же стремительно, как и появился. Выдохнув с облегчением, буквально сползла по стене и села на холодный пол. Из глаз потекли слезы против моего желания. События последних месяцев окончательно вымотали мои нервы. А встреча с Дэлом сегодня была той самой точкой невозврата. Я размазывала слезы по щекам. Меня не покидало предчувствие. Парень мне еще обязательно отомстит. Такие, как он, не прощают обиды. А в сумме со скверным характером вообще получается та еще смесь. Раньше мы с ним особо не пересекались. К счастью, круг общения и интересов, так скажем, слишком разный. Мы называли таких, как он, мажорами. Поцелованные судьбой и одаренные золотой ложкой в прямую кишку, они считали попаданцев чуть ли не отбросами. А мы лишний раз старались не мозолить аристократические глаза и держались в стороне, привыкая к новой для нас реальности. Встав на ноги, вдоволь наревевшись, поправила форменную юбку и пошла в общежитие. Моя жизнь за эти два месяца круто поменялась. Для начала я попала в другой мир, магический, прямо как в тех книгах, что я читала на досуге. В тот злополучный день я возвращалась из института домой. Приемная мама готовила праздничный ужин в честь моего девятнадцатого дня рождения. Я спешила очень сильно, так как про торт, приготовленный моей мамой, ходили легенды, и его сладкий образ преследовал меня весь день, вызывая обильное слюноотделение и нежелание учиться в принципе. В какой-то миг, пока я мысленно доедала второй бисквитный кусок, на улице поднялся сильный ветер, а небо заволокло тучами. Буквально в считанные минуты день из солнечного превратился в хмурый и холодный. В душе сразу поселилось чувство надвигающейся беды. Поозиравшись по сторонам, с удивлением отметила, что улица стала пустынной. Не было ни машин, ни прохожих, никого. Обхватив себя руками, ускорила шаг. Мне нужно было перейти дорогу. Встав у пешеходного перехода, посмотрела по сторонам и сделала шаг. Сначала услышала визг тормозов, а потом буквально ослепла от светофар. Словно из ниоткуда появилась дорогая иномарка. Помню, как волна ужаса сковала мое тело, не позволяя пошевелиться. В страхе смотрела, как на меня несется неизбежное в виде красного кузова на совершенно бешеной скорости. Многие говорят, что в такие моменты жизнь проносится перед глазами. Но у меня ничего такого не было. Ни одного воспоминания, лишь страх. Липкий, холодный. В момент, когда должен был произойти удар, я не почувствовала ни боли, ни падения. Наступила темнота, и я, кажется, потеряла сознание. Очнулась уже здесь, в палате местного лазарета. Комната была светлой, со специфическим запахом лекарств и двумя койками. На одной из них я и лежала. Через минуту после моего пробуждения пришла медсестра, и тут впервые закралась тревожная мысль. Диагностирование было странным. Надо мной проводили раскрытой ладонью. «Вы здоровы!» – выдала она, довольно улыбнувшись. «Сейчас к вам придет господин ректор, и все объяснит». Я выгнула бровь, собираясь задать хоть какой-то вопрос, но женщина, не обратив на меня внимания, просто ушла. Вновь оставшись одна, подумала, что сильно ударилась, и теперь вижу глюки. Возможно, я даже в коме? Ущипнув себя за руку, вскрикнула и поняла, что это не видение. Дверь снова отворилась, и в палату вошел высокий мужчина. «Обещанный ректор», – догадалась я. Он был еще не старым, но некогда рыжие волосы обильно разбавились паутинкой седины. Цепкий взгляд серых глаз смотрел прямо в душу. От мужчины веяло авторитетом и мудростью. Что уж говорить, под такой аурой я сразу прониклась к нему доверием и каким-то трепетом. Правда, потом, минут через двадцать, все-таки подумала, что дядька-то того, неадекватный. Про попаданцев я многое прочитала в книгах, но вот то, что сама окажусь одной из них, не верила до последнего. Магия, сила, особые навыки – это все привлекательно? Когда читаешь на страницах.